Здравствуйте! Вы смотрите рубрику право телекомпании Русток. Меня зовут Марина Белкина и это наш шестой выпуск беседы с адвокатом. Как всегда, с нами опытный юрист Татьяна Стек. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте, Марина! Дорогие друзья, сегодня в нашем выпуске мы продолжим тему бизнеса. Так получилось, что эта тема оказалась невероятно актуальной. Нам поступает достаточно много вопросов по открытию, поведению бизнеса, отношения с клиентами. И сегодня это наш третий выпуск, который касается темы бизнеса. Если вы пропустили предыдущие выпуски, они все есть на странице Русток, Фейсбук, и вы всегда можете их просмотреть. Также я хочу вам напомнить, что если у вас есть конкретный вопрос, вы можете его задать адвокату. Вы можете это сделать абсолютно анонимно, просто заполнить Google форму. Даже редакторы не узнают, собственно говоря, от кого этот вопрос. Эта опция всегда доступна, форма есть также у нас на странице и на сайте. Ну, а сейчас мы давайте продолжим. Татьяна, ну, как я уже сказала, сегодня мы опять с вами беседуем про бизнес, проведение бизнеса. То есть я немножко подведу итог, что в предыдущих рубриках мы говорили об открытии бизнеса, о формах бизнеса, о продаже, о покупке. Ну, а сейчас давайте мы поговорим о работниках. То есть хорошо, у вас есть бизнес, возможно, он большой с самого начала, или вы расширяетесь, вы нанимаете людей. То есть на что нужно здесь обратить внимание, когда речь идет уже о найме людей на выполнение определенной работы? Спасибо, Марина. Здесь два, наверное, варианта найма людей. Первый вариант – это в качестве контрактников, по контракту. И второй вариант – это в качестве имплейт, то есть, ну, как, скажем так, перманентные, да, то есть, может быть, как бы, привлечение людей к бизнесу. То есть применяется ли трудовое право, или оно не применяется, вот это как бы основной момент. Есть, конечно, варианты, когда трудовое право применяется, но есть все-таки ограничения по как бы длине контракта. То есть это контракт, это не как бы не бессрочная найма на работу, а именно контракт. То есть, наверное, вот как бы две основные формы, и вот одна форма, которую я только что рассказала немножко, это вот как бы то, что в основном присутствует на рынке. С точки зрения контракта, почему это, то есть, может быть, я поясню, когда контрактник, если человек называется contractor, то есть, как бы, вольно-наемный, если я правильно как бы использую этот термин, то это работа через ABN, то есть это привлечение slow traders. Это люди, которые сами позиционируют себя как ведущий бизнес. То есть, допустим, есть бухгалтера, которые имеют свою практику, и они посещают там несколько компаний, работают дистанционно и отслуживают именно вот с губаторской точки зрения несколько там бизнес нескольких компаний или частных лиц, или то и другое. То есть здесь человек или бизнес привлекается именно на контрактной основе. То есть здесь трудовольственное обязательство не применяется. Трудовольственное обязательство применяется обычно тогда, когда людей нанимают, ну, как бы, на безсрочную работу или же вот на работу, допустим, на, там, год или на три месяца. Когда вот принимаются, когда применяются более короткие контракты, допустим, если есть сотрудник в бизнесе, который, ну, допустим, женщина уходит на утренетели, да, на, как бы, уходит декретный опуск, то, чтобы заменить ее, обычно назначается человек, который тоже, как бы, практически работает в таких же, на таких же условиях, но только на ограниченный срок. То есть когда permanent, то есть постоянный работник возвращается на рабочее место, тогда, соответственно, уже не имеет смысла нет человека, который фактически покрывает его на этот срок. И, ну, как бы, поэтому вот смысл таких контрактов именно, чтобы покрыть определенные позиции бизнеса, когда либо там не хватает сотрудников на определенную работу, либо, если вот сотрудник уходит по каким-то обстоятельствам, по семейным, ну, как бы, в отпуск, или в долгый отпуск, или в более короткий. Если же говорить вот о самом стандартном, как бы, форме самой стандартной применения рабочего законодательства, это когда бизнес реально вот принимает работников на, как бы, всю свою деятельность, которую он пока не знает, сколько это будет деятельность длиться, то есть это бессрочный прием на работу, и тогда, естественно, вот все параметры законодательства, они, соответственно, применяются, ну, как бы, достаточно, ну, как бы, достаточно в полной форме. Значит, что это значит? Австралия страна, Австралия страна, это там, где есть достаточно, ну, как бы, жесткие условия по отношению к бизнесу, связанные с трудоустройством. То есть, если человек взят на работу, если он проходит, так называемый, как бы, период, ну, либо это тренировка, либо это просто проверка, называется обычно probation period, то после этого человек становится, как бы, постоянным работником фирмы. И, имея такой статус, человек, во-первых, должен получать зарплату, которая, ну, как бы, либо она соответствует, либо она выше той зарплаты, которая вот прописана в законодательстве. Очень часто много индустрий регулируется законодательством для того, чтобы прописать минимальную зарплату, которая, ну, достаточно приличная зарплата, то есть это не, ну, как бы, это приличные деньги, и если деньги, которые бизнес готов платить человеку, не соответствуют этому уровню, то это прямое нарушение законодательства. То есть работник потом может пойти в суд или в трибунал и попросить, чтобы, ну, или потребовать, скорее, чтобы все эти выплаты, которые ему не были сделаны, которые не соответствуют законодательству, они ему были сделаны. И бизнес согласен будет захватить эти деньги. Значит, это вот один из первых моментов. Дальше, естественно, человек, который вот не нанят на работу, это применяются такие параметры, как C-clip, то есть если человек болеет, он имеет право не выходить на работу какое-то время, то есть вот это как бы без всяких, без нарушений, то есть это абсолютно нормально. Также уходить в отпуск, папы могут уходить, тоже декретный отпуск, между прочим. Ну, как бы, извините, не декретный, а, ну, как бы это parental leave называется. Ну, да, ну, как декретный получается такой же. Да, да, да. Который соответствует как бы в каком-то смысле по своему, как бы, ну, по смыслу тому отпуску, который придет. Да, да, да. Да, да. Потом также применяется long service leave, то есть чем дольше человек работает на предприятии, тем больше у него аккумулируется времени, которое должно быть оплачено предприятием, или же человек может уходить в досрочный отпуск, допустим. Если говорить о нарушениях, вот по таким взаимоотношениям, взаимоотношениях, допустим, если работник нарушает какие-то параметры контракта, то, ну, как бы нельзя просто сказать, вот, все, уходите, вы нам больше не нужны. Здесь должна быть определенная система применена, когда человеку дается уведомление о том, что не так, и дается возможность как бы адресовать эту проблему. И должно быть достаточно большое количество, то есть, допустим, три уведомления, которые вот нарушаются, и как бы человек, ну, просто не, ну, как бы не делает то, что необходимо делать, но это нарушение именно должно соответствовать договоренностям по контракту. То есть, если, это должны быть серьезные нарушения, и они должны быть, как бы, постоянные для того, чтобы потом такой работой, как бы, ну, чтобы работнику было сказано, что, извините, вы нам больше не нужны. То есть, не все так просто. Здесь с человеком реально, вот, поступившим на работу, бизнеса с ним, ну, как бы, во многих случаях, должны, как бы, работать, и это, как бы, взаимодействие, которое поддерживается трудовым законодательством. Понятно, спасибо. То есть, вот, насколько я понимаю, для малого бизнеса, все-таки, наверное, будет удобнее нанимать людей по ЭБН, да, то есть, на такие, на конкретные, на контрактные, да, работы. А уже на постоянной основе, это уже все-таки достаточно должен быть серьезный бизнес, чтобы, ну, осуществлять все дополнительные выплаты. Хорошо. Так, давайте мы все-таки, я вас еще спрошу вопросы, которые присылали люди, потому что я боюсь, что мы опять не успеем. И, смотрите, очень частый вопрос в ведении бизнеса, это отношение с клиентами. То есть, когда бизнес выполнил определенную работу, услугу, доставил товар, там, но клиент не оплачивает, не произвел оплату, да, то есть, просто не платит. Что делать в этом случае? То есть, куда бежать, куда обращаться? Клиент просто не платит. Ну, как спасти ситуацию? Самый, как бы, стандартный путь здесь, это когда, вот, в первую очередь, подводится, как бы, итог бизнеса в письменном виде, то есть, пишется некий letter of demand, письмо, в котором указывается, какая сумма задолжена и на какой основе. Прилагается чаще всего счет фактуры, это тяксик бойц к такому письму или несколько таких бойцов, и выставляется требование, требование определяет срок выплаты, и, как бы, говорится, фактически, ну, основной, как бы, смысл этого, это понять, будет ли выплата сделана, в принципе, или нет. То есть, если этот letter of demand игнорируется, то имеет смысл, естественно, уведомить сторону, которую они платят, о том, что дело может быть передано в суд. В суде такие дела рассматриваться могут, как бы, по разным параметрам абсолютно, и все зависит от того, ну, как бы, насколько человек, который, вот, задолжал деньги, насколько они собираются, как бы, они признают это или не признают избирать, или они это оспаривать. То есть, если реальный долг, если невозможно его оспорить, то, в общем-то, суд – это не такой плохой вариант. Почему? Потому что, если подается иск в суд, и если нет защиты на этот иск, то есть нет дефенс, не подан, то тогда есть процедура упрощенная получения решения суда, так называемый judgment, по дефолту, то есть это вот называется, что называется, дефолт judgment, который, как бы, можно сделать, ну, в течение, допустим, там, нескольких месяцев можно уже получить такое решение. Почему в нескольких месяцах? Потому что обязательно процедура, вот, вручение иска, персонального вручения иска той стороне, которую, как бы, вызывают в суд. И это занимает время. И дальше дается 28 дней на то, чтобы человек, который, против которого подали иск, он мог ответить. Если такого ответа нет, то есть нету дефенс, это форма определенная, которая подается в суд, то, соответственно, дальше можно тогда в очень простом порядке, в упрощенном составить документы и просто послать их в суд. Слушание для этого не нужно. И суд просто смотрит на эти документы, смотрит на иск, что ответа нет, что время прошло, документы вручения были правильно, по определенным параметрам, лично. И, соответственно, делает штаб. И, как бы, один-два дня это занимает после подачи документа, чтобы такой вот judgment был сделан. Но вот сложность, я так понимаю, это вручить эти документы, да, правильно? То есть вот как его взять и вручить? Вот у вас клиент, и он не платит, то есть его отлавливать надо? Что нужно сделать? Обязательно. То есть если это человек, то человеку гораздо легче избежать вручения таких документов. То есть он может менять место своего жительства. Это самый простой способ. И если это происходит, то действительно, как бы, серьезные сложности для того, чтобы начать процесс. Судебный процесс начинается тогда, когда документы вручены. И если человек избегает сервиса, то получается, что, ну, как бы, есть некие механизмы, конечно, но это все очень сложно. Но в любом случае нужно иметь какое-то понимание, как найти человека. Если человек исчез, то лично ему, как бы, невозможно вручить эти документы. Так что здесь реально есть проблемы. Если человек, допустим, оперирует через компанию, то есть если это компания все-таки, а не человек, то чем проще? Тогда есть специальный реестр, в котором содержится адрес компании и, как бы, место, куда она ведет бизнес. Обычно вот на адрес компании можно просто выслать документы. Если такие документы, вот, как бы, которые выдаются в адрес компании, то после этого, ну, как бы, считается, что компания получила эти документы. Таким образом, сервис на компанию, он осуществляется в более упрощенном режиме. С точки зрения вот индивидуального сервиса, еще раз уточню, может быть, если иск небольшой, то в Local Court, то есть в самом нижнем суде, там, где до 20 тысяч фактически иск, там есть вручение документов в процесс, когда это делается по почте. Но если на самом деле человек не получил эти документы, то, как бы, дальше можно любое решение судебное, его можно, как бы, убрать. То есть называется setting aside, default judgment. То есть человек может сказать, я не получил почту, да, то есть и все. То есть он может сказать, а я не получала, я не знал. Так можно сделать? Да, безусловно. Так очень часто делают, на самом деле. Достаточно большой опыт работы именно с такими тоже делами. Но самое основное, что если человек должен прийти в суд и сказать это, то он уже пришел в суд. То есть максимальный результат, который он достигнет, это setting aside, default judgment. То есть он уберет вот это вот, собственно, решение судебное, да. Но ему придется участвовать в судебном процессе и ввести либо эффективную защиту, либо идти на компромисс. Ну, потому что мы исходим из того, что он, как бы, сдаваться просто не будет отсюда. Да, пришел, раз он избегал сервисы документов. Ну, то есть если небольшая сумма, что лучше всего сделать? Все-таки пойти в суд, правильно? То есть, ну, вы знаете, что вы выполнили, да, то есть свои обязательства, но человек просто не платит. То есть все-таки имеет место пойти в суд. Но что очень часто говорят, что, ну, небольшая сумма или там, ну, я не знаю, какая она там, небольшая, для всех она разная, но иногда легче просто, как бы, пропустить это, да, там, и дальше не связываться. Или все-таки это, ну, не так сложно? Это у меня такой обывательский вопрос. Нет, очень актуальный вопрос. Это один из самых проблемных вопросов, к сожалению, потому что многие люди не знают, как подать иск. Многим людям нужна помощь в поведении дела. То есть если привлекать адвоката к делам, где иск действительно, ну, как бы, не на большую сумму, то процесс дорогостоящий. Плюс люди, которые не знают, как его вести, они очень нервничают. И, как бы, здесь если сбалансировать вообще, что, как бы, что лучше, что хуже, то многие выбирают, как бы, тот путь, когда, что, если им это не будет стоить, как бы, такое количество денег, они не готовы их выплачивать. И результат тоже неизвестен, потому что одно дело – это получить решение суда, а другое дело – это получить деньги. Тоже отдельный процесс. То есть то, что когда суд выносит это решение, это еще не значит, что это к чему-то приведет на самом деле. То есть, может быть, можно, я не знаю, какую цифру, там, ну, 50% поставят цифру. Но достаточно большое количество исков, особенно небольших исков, еще взимать это, то есть это еще отдельная проблема. Хорошо. А тогда как сделать так, вот, чтобы увеличить шанс, чтобы тебе клиент все-таки платил? Во-первых, как лучше заключать это соглашение с клиентом? Ну, понятно, наверное, это надо прописать заранее, да? То есть, и что вообще является соглашением, допустим? Нужно ли все время прям формальный контракт заключать? Или, допустим, если вы через, ну, вот, мессенджеры переписались, да, и вот сказали, он сказал, окей. Является ли это тоже уже, как бы, доказательством соглашения? Вот такие моменты. Да, вообще любое подтверждение в письменной форме может составлять часть контракта. Не обязательно заключать полностью контракт для того, чтобы иметь контракт. Контракт может быть в письменной форме полностью, он может быть частично в письменной форме, он может быть вообще в густной форме. То есть, если по факту видно, что сделка произошла, но ничего не написано абсолютно, оно все произошло, как бы все было решено на словах, то все равно контракт в большинстве случаев есть. То есть, проблема заключается тогда не в том, что есть он или нет, а в том, какие же условия контракта. И если вот как раз говорить о том, насколько целесообразно идти в суд, вот если все на словах, то очень сложно, конечно, что-то доказать. Поэтому проще всего идти в суд, если есть контракт. Естественно, поэтому рекомендуется готовить контракт и правильно полностью описывать условия. Для того, чтобы произошла оплата, лучше, конечно, брать предоплату, если такая возможность есть. Если да, то тогда как бы это вообще фиксирует тоже контракт. То есть, если есть предоплата, то это как бы очень в сторону, это поддерживает о том, что как бы как-то есть, и что стороны были готовы именно двигаться в ту сторону, чтобы исполнять положение этого контракта. Конечно, есть более технически сложные механизмы, но для многих они неприемлемы. Это как трастовые счета. То есть, юристы работают вот в таком режиме постоянно, когда выставляете трастовые счеты, вы должны найти деньги, потом проделается работа, потом деньги снимаются. Но это не используется часто на рынке. Иногда это используется в construction companies, то есть строительные компании иногда могут такое использовать. Но чаще всего это либо предоплата, либо это вот как бы контракт в письменной форме, когда все определено. Естественно, кстати, я хочу указать еще такой момент, что когда есть вот неуверенность в том, будет ли оплаченную услугу, многие компании прибегают к тому, что они привлекают именно индивидуальных людей, гаранторов для того, чтобы обеспечить оплату компании, допустим. То есть, если компания по стандарту имеет только 2 доллара в основном капитале, то, соответственно, директора компании, которые имеют такое имущество, записанное на свое имя, они как бы составят свое имя, то, соответственно, контракт совершенно другую несет за собой силу. Интересно. То есть, получается, что люди как бы под свою личную ответственность заключают договор, так? Да, такое часто, часто-то и вот, допустим, договор о ренде. Сколько бизнес-соцент работают по договорам о ренде? Обычно это компания, которая снимает помещение. Но в основном, практически 99%, когда компания снимает какое-то помещение, то директор этой компании лично подписывает гарантию на то, что компания будет оплачивать договор о ренде. И если она не оплачивает, то оплачивает директор? Оплачивает директор, да. Хорошо. Очень интересно, да. Да-да, мы с вами знаем, что банковские тоже работники, то есть эти вот ипотеки все, да, то есть там тоже часто присутствуют гарантуры при том, что, допустим, если есть присутствует несостоятельность некая в отношении именно вот borrowers. Тогда применяется традиция вторая, когда берутся гарантуры, и они входят и покрывают там своих детей, помогают детям купить дом, допустим. Хорошо. Спасибо большое, Татьяна. У нас время подошло к концу. Было невероятно интересно и полезно с вами побеседовать. Надеемся увидеть вас в следующей передаче. Спасибо, Марина. Спасибо, дорогие друзья, что смотрели наш выпуск. Это у нас выпуск очередной рубрики «Право телекомпании Ростолк». Мы продолжим нашу беседу на следующей неделе. Перед тем, как мы завершим эту передачу, я хочу еще раз вам напомнить, что вы всегда можете задать вопрос, задать вопрос юристу абсолютно бесплатно и абсолютно анонимно. Вам просто нужно заполнить Google-форму, которая есть у нас на странице на Facebook и на сайте. Вы можете написать конкретную проблему или указать тему из тех, которые уже перечислены, или написать тему, которая вам интересна. А на этом наш выпуск подошел к концу. Всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова